Привет, друг! Да, я решил теперь общаться напрямую с тобой, так как именно ты прямо сейчас помогаешь мне в развитии моего канала. Сегодня я хочу тебе рассказать, где же взять силы на развитие, где же ее вдохновение и как можно найти мотивацию в наше суровое время. Все это можно будет применить для любой области творчества и не только. А на фоне рису Билли Айлиш, так как она тоже вдохновляет людей на творчество и в принципе на хорошие дела, возможно, но это не точно. Но перед началом подпишись на канал Оповещения, если еще вдруг не подписан, и поставь лайк обязательно, а после просмотра напиши комментарий понравилось или нет данное видео, мне правда очень важно знать твое мнение. Раньше я очень часто бросал начатые рисунки, мог делать большие перерывы между рисованием и порой даже сделав рисунок, мог удалить его. Но что изменилось, почему я сейчас штампую полезные видео, делаю горы рисунков и успеваю в своем паблике общаться с подписчиками? Дело в том, что я нашел мотивацию. Было, правда, на самом деле непросто, были ложные цели и меня это тормозило, но я все-таки это сделал. Мотивацию найти можно легко, так же и называют цель. Давайте разберемся сначала, зачем она нужна. Цель дает человеку некий путь, к которому он стремится, добивается и получает удовлетворение от ее достижения, что доказано, кстати, ученые, но мне лень искать первоисточники. А теперь подумайте, что вы действительно хотите получить или достигнуть в глобальном смысле или долгосрочной перспективе. Для меня именно сейчас мотивация это донести свои мысли, работы и опыт в массы, чтобы после того, как меня вдруг не станет, ну всякое бывает, обо мне будут помнить и еще очень долгое время говорить. Дальше, зная глобальную цель, мы можем ее поделить на краткосрочные дистанции, благодаря которой мы сможем достигнуть своей цели. Например, я поделил свою цель на такие этапы, как набрать лояльную аудиторию, сделать несколько громких арт-проектов, ввести стабильность социальной сети с разным контентом по возможности, активно работать с ютубом и в итоге стать известным и популярным, что в итоге мне позволит тоже вкладывать сильнее свое видение в людей, которые уже запомнят меня на долгое время. Кстати, если ты сейчас все еще смотришь этот ролик и сделал то, что я попросил в начале ролика, это про подписку, лайк и комментарии, то ты мне в этом уже помог. Далее, имея столько дел, мы можем их себе как-то распечатать, ну не как-то пойти и распечатать, в общем, повесить перед рабочим столом или просто в заметках каждый день это перечитывать и думать, что я не сделал или что я сделал. Считая это все, вас будет грызть совесть, что вы ленивая жопа, если вы чего-то не сделали. Что, кстати, довольно-таки неплохо, и тут будет просыпаться мотивация. Просто поймите, пока вы откладываете свои дела на пыльную полку, вы зря тратите свое время. Возможно, конечно, кого-то устраивает такой порядок вещей, но если ты уже тут, значит тебя что-то привело сюда, а следовательно, ты на верном пути, мой друг. Это действительно круто. Далее, если вы читаете свой список и понимаете, что вам что-то мешает, сделайте заметку, подумайте, что это. Например, меня отвлекают по сей день такие вещи, как переписки в чатах, в социальных сетях, то есть по флуду, не по теме. Проекты, которые даже близко не помогают достижению моих целей. Люди, которые от меня вечно что-то хотят, но не помогают взамен или мешают, не знаю, достижению моих целей, так как их задачи не пересекаются с моими интересами. Если вы понимаете, что такие люди около вас, постарайтесь как-то либо огородить себя от этого, либо найти какой-нибудь более приятный исход, ну, чтобы было и вам, и им полезно. В общем, найдите точки пересечения. Также меня отвлекают рисунки без целей, спонтанные уроки различных программ или направлений. Например, вышел какой-то новый софт, мне хочется его попробовать, но, возможно, он мне совершенно не пригодится никогда, но, тем не менее, я иногда, бывает, что изучаю. Также отвлекаясь чужой успех, я хочу сказать, что это может вас сбить с пути, будьте внимательны и не живите чужой целью, просто нужно этим вдохновляться, чужим успехом я веду, но не копировать его, просто вдохновитесь и дальше работайте над своей целью. Еще очень сильно меня отвлекал фриланс, но вообще он меня тормозил и всю жизнь, и только вот не так давно я это понял и осознал. Так вот, уже как полгода я этим не занимаюсь, и все мои дела пошли в гору, грубо говоря, потому что я не отвлекаюсь просто на те вещи, которые меня интересуют. Также его можно брать, этот фриланс, но только в тех случаях, я повторюсь, если точки интересов пересекаются, то есть ваши цели и то, что от вас хочет заказчик. Как бы я не пропагандирую это, но это как бы одна из вещей, которая лично меня отвлекает. Еще меня отвлекают компьютерные игры, но, наверное, сейчас уже меньше это делает, но когда-то это меня отвлекало, и я, как сказать, затягивали, что ли, меня в это. Например, когда я уходил в отпуск, я давал себе такое, как сказать, напутствие, что в отпуске я действительно сделал какие-то важные вещи, но в итоге получалось так, что я, например, проходил Assassin's Creed, ну, просто потому что затянуло и все, ну, капец, бывает. В общем, я рекомендую контролировать это дело и не углубляться в игры. Это далеко не весь мой список, который меня уводит от целей, но я думаю, суть вы уловили. Надо уметь понять, что вам мешает, а что вам помогает. Просто разделите эти на две сущности и откажитесь от вещей, которые вас тормозят. Хуже точно не будет, поверьте. Я это испытал на своем опыте, и это отлично работает. Я лично почти все свои помехи убрал с дороги, поэтому сейчас я говорю с тобой, ведь я нашел время на занятия этим каналом. Где взять силы на все это? Я беру силы с достигнутых маленьких целей, а если у тебя еще их нет, то смело зачеркивай одну из них, ведь ты смотришь полезное видео от человека, который тебе помогает. Да, я сейчас пытаюсь тебе помочь. Я беру источники вдохновения из таких вещей, как игры, но играю не до поседения, а просто захожу, например, в определенные игры за определенными целями. Например, просто посмотреть, как работает цвет, какие текстуры сделали, какие модели используются, какой у них там полигонаж, как они вообще стилизованы, какой сюжет, так же, как и в фильмах, и в мультиках, и в любых других видео. Вот это все я просто вычленяю то, что мне реально нужно. Я не пытаюсь просто, ну, как сказать, в тупую играть. Я только беру только то, что мне надо. То есть я этим просто вдохновляюсь. Не более. Я фильтрую полученный контент, но полезный и мусорный. Как только ты будешь фильтровать информацию, как я, ты поймешь, что ты свободен, и преград в принципе нет. Еще я стараюсь себя окружить полезными людьми. Это люди, которые имеют схожие цели, имеют свои успехи, и вообще активные люди. Например, я люблю общаться со своими подписчиками, которые всегда со мной общаются. Надеюсь, ты один из них, и твои комментарии меня толкают все выше и выше. А я отду ей свой экспириенс в виде роликов. Например, ты можешь прямо сейчас просто расшарить этот ролик в социальных сетях, тем самым поможешь мне, поможешь себе, и затянешь на правильный путь своих друзей. Возможно, тебя вдохновляют мои работы, и они, кстати, в социальных сетях, что ссылки, кстати, на них тоже есть в описании. Еще и надеюсь, что тебя вдохновляют мои ролики, так как все сценарии я пишу, исходя из своего опыта, и пытаюсь вложить свою душу туда и всяческими способами замотивировать тебя на достижение новых высот. Лично я верю в тебя, ведь ты досмотрел этот ролик до конца, и поэтому напиши мне в комментарии, помогают ли мои видео тебе, или моя работа тебя вдохновляет. И спасибо за просмотр, и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!